Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Страшная находка. Побручанин перекапывал огород и нашел останки человека. Дыма без огня. Почему этот пожар поставил на уши целый поселок? 750 литров контрафакта. Как местный житель незаконно перевозил алкоголь? И риск ради жизни. Американец вытащил людей из горящего автомобиля. Мы начинаем. Бобручанин стал рыть на участке траншею и выкопал человеческий скелет. Мужчина сразу позвонил в милицию. По информации следственного комитета, кости были завернуты в полимерный пакет и пролежали под землей несколько лет. Эксперты, судя по останкам, установили – жертва предположительно женщина. Правоохранители завели уголовное дело и разыскивают прежних хозяев участка. В Бобруйском районе автомобиль насмерть сбил велосипедиста. По сообщению УВД обл. полкома, 30 мая около пяти вечера близ деревни Турки мужчина на двухколеснике ехал по обочине, вывернул навстречу и врезался в Вольво. Пострадавший скончался на месте. Милиция проводит проверку. Не доехал. Стражи порядка задержали на Минском шоссе машину с незаконным грузом. Бобруйчанин перевозил полтонны спирта, содержащей жидкости, и 250 литров водки. Под брезентом милиционеры нашли 50 пластиковых канистр, каждый объемом 10 литров. Рядом коробки. В них стеклянная тара с горячительным. Водитель не предъявил документы на товар и не смог объяснить, почему партия спиртного без маркировки. Весь запрещенный груз изъяли. Ранее черный бизнесмен уже попадал в поле зрения правоохранителей. Два года назад мужчину задержали за перевозку 4000 литров этилового спирта. У сотрудников МЧС выдалось несколько жарких дней. На пульт спасателей то и дело. Один за другим поступали сообщения о возгорании. В списке причин – неисправные печи. Мария Бересневич уточнила детали. О пожаре на переулке широком огнеборцам сообщил тревожный голос. Дом вспыхнул словно спичка. Сказал очевидец, замкнул опроводку. Чтобы 10 минут не было вообще дома. А в доме кто-нибудь находился? Да, сын находился, жена его и дочка. Спели выбежать? Да, дочку разбудили. А я в это время уже на работу уехал. Мне уже позвонили с работы. Когда на место ЧП прибыли спасатели, валили клубы дыма и поднимались языки пламени. От крыши не осталось и живого места. На этом переулке до сих пор чувствуется запах гаря. Пожаре напоминает обугленные бревна и насквозь прогоревшая крыша. На Кирова хозяева тоже подсчитывают убытки. Позапрошлой ночью лишились бани и гаража. На оперативных кадрах видно, как огонь беспощадно свирепствует и превращает постройку в пепел. Словно эпизод из триллера. Сотрудники МЧС спасают дом и сарай. Наиболее вероятная версия возникновения этого пожара связана с нарушением правил эксплуатации печного отопления. Данная причина является одной из распространенных по нашей стране и больше всего обостряется в период зимний. Также летом, когда активно используют бани и сауны. Деревня Ломы. Вечер суббота. Баня загорелась из-за неисправной печки. Теперь крыша деревянной постройки похожа на решето. Потолок и стены надо ремонтировать. В Слободе все тот же сценарий. Баня, ночь, печь. Сотрудники МЧС ликвидируют пламя и спасают от огня рядом стоящий дом. Все истории заканчиваются хэппи-эндом. Пострадавших нет. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Накануне в глуши загорелся кирпичный сарай. Пожар поставил на уши целый поселок. Очевидцы позвонили спасателям. Бойцы МЧС приехали на место через считанные минуты. К этому моменту крыша прогорела дотла. Огонь уничтожил 20 квадратных метров кровли и сгорел месячный запас дров. Судя по всему, ход с постройку подожгли. Точную причину происшествия выясняют. С риском для жизни в Штатах незнакомец спас людей из горящего автомобиля. Заметив на противоположной обочине машину, которая загорелась после ДТП, мужчина, не раздумывая, перебежал оживленное шоссе и пришел на помощь пострадавшим. Вскоре к нему присоединился второй водитель, который проезжал мимо. Совместными усилиями они вытащили из пылающей машины людей. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Рианц. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok